В разведках, в том числе британской, говорят о том, что назначение Суровикина, оно демонстрирует попытки российского силового блока повысить эффективность боевых действий. Но, исходя из ваших слов, сейчас начитался я биографии господина Суровикина. Ох, интересная биография. Прекрасная биография у этого человека, если что, кому-то интересно. Начиная с августа 1991 года, с событиями в Москве. Да, да, три человека, которые были задавлены, которые позже ельцин были. Кто-то проводил батальоном, просто посмотрите, кто поинтересуется. В общем, человек интересный, скажем так. И вы знаете, просто то, что вы сейчас говорите, оно не вяжется якобы с целью российского силового блока. Целью назначения Суровикина – это повышение боевой эффективности. Вчера били ракетами по территории, ну, например, возьмем только Киев, исключительно Киев. Да, были удары по критической инфраструктуре, но были удары, в том числе, например, возле так называемого стеклянного моста. Да, стеклянный мост – это не критическая инфраструктура. А по стеклянному мосту, на мой взгляд, никто не бил. Били по вот этому узвозу. Дело в том, что это транспортная развязка. Если бы ракета попала в дорожное полотно, жертв было бы намного больше. Это точно так же, как били по перекрестку Владимирской и Бульвара Шевченко. Тоже. Это там пропагандисты потом сказали, российские, что попали в здание Верховной Рады, только они на сто лет ошиблись. Там Верховная Рада была ровно сто лет назад, в 1917 году. Они четко били по транспортной инфраструктуре Киева. Это же не про боевую эффективность. Это просто про какую-то... Смотрите, нет-нет, все совпадает, все очень хорошо совпадает. Через убийство гражданских и разрушение инфраструктуры вызвать панику и хаос среди населения, чтобы население согласилось на мир любой ценой. Вот вам это. А эскалации на фронте на сегодняшний день это физически невозможно. Нечем эскалировать. Вот в чем проблема. Мы медленно, но уверенно, да, темпы сейчас немножко снизились. И на Херсонщине, и на Луганщине. Но тем не менее мы упорно идем вперед. Мы продолжаем освобождение своих территорий. И это критически для Российской Федерации. Для Российской Федерации сегодня главная политическая задача посадить нас за стол переговоров. Прекратить огонь. Прекращение огня даст возможность России не проиграть эту войну. Как я понимаю, тем не менее будут продолжать и ракетные удары, в том числе. Абсолютно правильно. Смысла в этом на самом деле не так много. Это ва-банк. Практически. Но остается только один козырь в рукаве. Это ядерное оружие. Но мы видим реакцию всего коллективного Запада. Я думаю, даже страны Западной Европы, которые все равно собираются и пытаются с Эрдоганом обсуждать вариант переговоров об Украине без Украины. То, что предлагал Раджеп Эрдоган. Даже они вряд ли согласятся на еще один Чернобыль в центре европейского континента. Подобную тактику, то, что месяц российская армия готовилась к подобным массированным ударам. Мне почему-то это напоминает тактику интенсивного ведения боя в любом боевом искусстве. Мой тай, к примеру. Ты набираешься сил, ты отходишь от противника постепенно, не пропускаешь удары, но уклоняешься. Но находишь момент высокого, очень частого нанесения ударов. Потом для восстановления более-менее, хотя бы дыхания, тебе нужно чуть-чуть отдохнуть. Меньше минуты, например. Потом вновь ряд ударов по корпусу противника, либо же по голове противника. И похоже ли это будет на будущую тактику российской армии? Что, к примеру, месяц подготовки, день-два массированных ударов. Потом опять месяц, условно сейчас говорю, продолжение вот таких вот иногда велотекущих боевых действий. Иногда активных боевых действий в некоторых городах. Как пример, удары, к сожалению, по Запорожью. Либо же вот будет на высоком уровне вот этот поддерживаться. Ну, до момента пока не скажут, что Суровикину скажите, ну извините, у нас уже нет ракет. В таком количестве, в каком вы хотите. Думаю, что последний вариант, который вы сказали. Они будут мастерально... Почему я говорю, что я предполагаю, что это все-таки поход в Абанк? Потому что через месяц может быть поздно. Через месяц линия фронта может проходить совсем в другом месте. И явно не в пользу вооруженных сил Российской Федерации. Поэтому вот они взяли темп, и они будут, сколько хватит сил, они будут стараться его держать. Почему? Потому что завтра там соберется G7, послезавтра соберется Рамштайн. И после этого уже будет бесполезно. А еще раз месяц готовится к такому массированному удару. Я не исключаю, что они могут его повторить, судя по тому, что ракеты там еще за Уралом, скорее всего, есть, остались. Но, тем не менее, политический момент может быть упущен. Вот в чем дело. Кстати, завтра Раджи Пардоган встречается с Путиным. По-моему, в Анкаре, если я не ошибаюсь. И вот именно там он будет ему объяснять расклад, тот, что он привезет из Европы. Что там ему сказали Макрон, Шольц, Драге и австрийский премьер. С которыми они там пытались обговорить ситуацию по Украине без Украины. Да, завтра должна произойти эта встреча. Мы будем следить. Также, дорогие друзья, напоминаю о том, что сейчас вот это экстренное заседание Лиги Росторан Большой Семерки. Тоже уже оно стартовало. Я возвращаюсь к Суровикину. Также собираем как журналист информацию, как описывать его возможные дальнейшие действия и российские издания. Вот Комсомольская правда написала и утверждает, что кроме прозвища, вот это, которое мы вспоминали, генерал Армагеддон, его так называют за умение действовать нестандартно и жестоко. Жестоко, да. Мы видим это. Это по его действиям были понятны и в других странах, где велись так называемые специальные военные операции. Если мы говорим про нестандартность, Олег, если мы берем с точки зрения военной, неужели вчерашние даже события, которые происходили и массированный такой ракетный обстрел, мы можем назвать нестандартными действиями. На самом же деле, главное управление разведки говорило о том, что это будет происходить. О том, что будут ракетные обстрелы, да, возможно, не такие массированные, как это было вчера, и когда одновременно за несколько часов полетели ракеты по всей территории Украины. Ну, разве мы можем назвать это нестандартным ходом? Нет, это уже нестандартным ходом нельзя назвать. Но дело в том, что здесь у него нету поля для маневра. Вот в чем дело. И это поле, фактически, вооруженные силы Российской Федерации, сегодня мы загоняем их, мы будем так говорить, в жесткий коридор и выставляем красные флажки. Сегодня мы диктуем ситуацию на поле боя. Как бы кто ни говорил, но сегодня вооруженные силы Украины доминируют на большинстве оперативных направлениях. Поэтому поле для маневра российского военного руководства, оно фактически сведено к минимуму. И да, они будут применять вот такие вот... Я бы сказал, это больше неожиданная мера и то, неожиданная для кого? Для нас с вами. А разведка, вы абсолютно правы, разведка об этом знала. И удар, кстати, разведка говорит, готовился на 2-3 октября. Почему, что пошло не так и почему они перенесли, ну, сказать очень трудно. Может быть, ждали казус Билли, ждали повод. И этим поводом они сделали атаку на Крымский мост.